Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь вас рады видеть на продолжении исследования Слова Божия. Мы продолжаем исследовать трехангельскую весть, и сегодня будет особая весть, которая важна в это последнее время. Слова Божия Божий суд влияет на него. Дорогой Господь, Творец неба и земли, мы от всего сердца благодарны Тебе за Твою любовь и милость. Благодарны за то, что вновь можем прикоснуться к Слову Твоему. Мы просим, Господи, чтобы, как и каждый раз, Дух Твой Святой наполнял сегодня наше сердце, наш разум. И те слова, которые будут звучать, они были откровением для многих людей о Тебе, о Твоей любви, о Твоей милости и Твоей справедливости. Веди нас рукою Твоею. Мы молим и просим все это во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, когда вы слышите слово Божий суд, какие эмоции сразу вас посещают? Ну, слово суд, оно, как ты уже сказал во вступлении, всегда вызывает какой-то страх. Знаете, здесь, в Америке, очень часто тебе может случиться такое, что тебе приходит письмо и говорят, мы приглашаем вас быть в суде присяжных для рассмотрения вот такого-то и такого-то дела. Если ты являешься гражданином, то вполне, и ты не имеешь права отказаться. И даже когда ты понимаешь, что суд идет не над тобой, а ты наоборот получишь какую-то власть, чтобы принимать решение, все равно сам факт того, что ты должен быть на месте, где идет какое-то разбирательство, и на основании этого разбирательства будет вынесен какой-то приговор, ну, это не очень комфортно. Но мне кажется, что это не комфортно по той лишь причине, что каждый за собой чувствует какую-то вину. Если бы мы были безгрешными, то, наверное, у нас не было бы никаких переживаний. Но мы чувствуем вину. Но сам факт, что это Божий суд, для верующих как раз, он должен давать понимание того, что если у нас все хорошо в наших взаимоотношениях с Богом, то Бог же сказал, даже если ваши грехи будут как багряные, убелю их, и будут белее снега. То есть, по сути, мы должны понимать, что этот суд, это не суд над праведниками. Это суд над грехом, для того, чтобы лишить его силы и влияния. Вы знаете, у меня ощущение со словом суд, схожие словам персонажа, по-моему, Эльдар Рязанов вложил в его устайте слова. Советский суд – самый гуманный суд в мире. И это, понимаете, с такой иронией, и слова другого человека, что был бы человек, а статья найдется. То есть, понимаете, земной суд, он вот такой, что при одном только его упоминании ты начинаешь бояться. А как бы чего не вышло. Так вот, мне кажется, Иоанн, он как бы преднамеренно нас успокаивает, уже как только начинает писать книгу «Откровение». Он говорит, что это откровение Иисуса Христа, и он в нем показывает своим слугам, чему надлежит быть. И поэтому, когда идет речь о суде в седьмом тексте, оно говорит вам, слушайте, мои дети, я эту книгу пишу для вам, и я вам показываю, что это будет суд, но этот суд для вас будет, как написано здесь, вечной благой вестью. Вы знаете, первую свою картину суда Божьего я увидел в православном храме. Я был тогда еще маленьким мальчиком, помню, мы были из православных в свое время, и я поднял голову, на этих куполах увидел эти разокрашенные стены суда Божьего, где черти варят всех верных, вилами перекидывают, то есть процесс чистилища и все, и так далее, и тому подобное. И я просто тогда имел определенный стресс, потому что я понимал, что рано или поздно я могу там тоже оказаться. Но повзрослее, получив священное писание, навчав читать и изучать Слово Божие, я увидел, что вообще-то суд Божий – это благая весть. Это благая весть для верующих людей, которые служат Богу. И вот, читая Откровение 14 глава 7 стих, мы уже неоднократно упоминали, где говорится, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда» – именно это является благодать. И вот заметили ли вы, что сразу после Вечного Евангелия говорится о суде? Вот какая связь между Вечным Евангелиями и судом Божиим? Ну, Евангелие, мы говорим, это благая весть, да, сам смысл вот этого выражения. Я уже сказал, что суд будет над грехом и над грешниками для того, чтобы лишить их силы и влияния. А теперь представьте себе, если этот суд должен принести приговор, что отныне грех осужден, и его нужно уничтожить, и он будет уничтожен, что это за весть для всех остальных жителей земли? Что на земле не будет греха, не будет сатаны, не будет грешников. Вместе с ними не будет смерти, не будет боли, страдания, горя, несчастья, войн, беды. Скажите, это благая весть? Конечно. Конечно, благая весть. Вот поэтому Евангелие, оно идет вместе с судом Божьим. Потому что если бы Бог сказал, друзья, я вам хочу сказать, что я построю Царствие Божье. И если из этого Царствия Божье или в это Царствие Божье перейдет грех и все его последствия, то в чем радость? Да, мне нравится, что, ну, во-первых, мы не впервые в Евангелии встречаемся, в Писании встречаемся с идеей суда Божьего. И предыдущие примеры нам как раз таки говорили о том, что для верующих, для Божьих детей это будет праздник, друзья мои. Хотя бы взять даже выход из Египта. Кстати, книга Откровения, она во многом показывает, что суды над блудницей и грехом, и над дьяволом будут совершаться в подобии, как бы сравнение происходит с египетскими казнями. И вот когда народ Божий вышел, когда перешли Черное море, и в этом море были уничтожены остатки фараона и его армии, что они делали? Они сели и пели песни Моисея. А здесь мы будем петь песни Моисея и Агнеза, потому что мы будем ликовать. Наконец-то Бог положит конец беззаконию, беспределу и греху и оправдает своих детей. Так это же здорово. Здесь вообще, говоря о Божьем суде, по отношению к верующим людям, это суд, который становится на защиту верующих людей, которые пострадали на протяжении многих веков. Мы помним даже, что из поджертвенника вызывали голоса, говорили, Боже, когда ты же будешь судить? И вот здесь, вот именно в 14 главе 7 стихе написано, что настал час суда его. Ну хорошо, а если в действительности посмотреть на великую картину великой борьбы и всей вселенной, и глубоко посмотреть, то мы видим, что все-таки суд или, скажем, вердикт последний будет по отношению к Богу. То есть, вы помните, кто обвинил кого в самом начале? Да, сатана назван тот, кто обвиняет детей Божьих, да? Но он обвиняет не только детей Божьих, он обвиняет и Бога. Ведь он сказал, что суды Божьи несправедливы. В этом была суть его восстания. Что если выберете меня своим руководителем, то я буду как раз по справедливости все совершать. Вася сказал очень хорошую мысль, что это суд над Богом. Первый суд – это суд над Богом. В начале всего. Потому что это принцип вообще всего того, что происходит во вселенной по сегодняшний день. Потому что Бог-то мог, как мы уже когда-то говорили, щелчком одного пальца прекратить существование Люцифера и всех ангелов, которые пошли за ним и так далее. Но Бог, получив обвинение со стороны Люцифера, должен был дать возможность правде проявить себя. И сегодня, когда мы смотрим на последствия власти дьявола на этой земле, а особенно, когда вся вселенная увидела, что дьявол сделал с Иисусом Христом, Сыном Божьим на Голгофе, вот тогда стало все ясно. И тогда был вынесен приговор по отношению к дьяволу. Вы помните, в книге Откровения сказано, что он упал с небес. Но когда он упал с небес? Именно после того, как проявил себя в полной мере на Голгофе, уничтоживая Иисуса Христа. Это означает, что небо вынесло приговор. Ему там не место. Потому что мы теперь видим, кто есть кто и чье правление к чему приводит. На этом суде будет подтверждено уже всеми фактами, всеми доказательствами, что дьявол – это лжец, человек – убийца от начала, и что его правление построено как раз-таки на обмане и на гордыне. И это все оправдает Бога, и его любовь, и его святые заповеди. Что интересно, что мы единственные, кто понимаем суд, как в нескольких стадиях суд происходит. Это не одномоментное какое-то событие, которое… Вот этот суд, от которого мы сейчас говорим, мы говорим о следственном суде, первом суде. И я слушаю одного из проповедников, он говорит, что… Интересно, что это суд над землянами со стороны небожителей. Потому что они должны убедиться, что придя туда, мы не принесем с собой то, что мы имели на земле. То есть это очень интересно, то есть это первая стадия. Потом, говорит, вторая стадия, когда земляне, они должны убедиться, почему Бог не забрал всех, остался кто-то здесь на земле. Это будет тысячу лет продолжаться. И последний суд, когда все и грешники, и праведные, что скажут? Праведные и истины суда твоей Божьей. То есть существуют три определенные стадии суда, и мы понимаем, что в каждой из этих стадий прославляется сам Господь. И в самом конце, в принципе, вердикт выносится о правде и справедливости Божьего правления на протяжении всех веков, которые только Господь имел. Итак, рассматривая Божью милость и Божий суд, давайте мы зачитаем Откровение 20 глава и 12 стих. Увидел я и мертвых, великих и малых. Они стояли перед престолом. И вот раскрыли книги. Потом раскрыли и еще одну, книгу жизни. И судили мертвых по написанному в книгах, по делам их. Так здесь упоминается о книгах. Что это за книги? Кто их вообще ведет? И где они хранятся? В какой библиотеке? И можем ли мы их прочитать? Давид однажды сказал, Господи, помни все страдания мои. И он говорит, не все ли слезы мои записаны в книге твоей? То есть в Библии есть такое выражение, что ведется памятная книга жизни каждого человека. В современном языке можно было бы сказать, что есть там жесткий диск, на которой записана копия всех моих мыслей, дел, слов, всего-всего, что только ассоциируется с моей жизнью на этой земле. И когда человек принимает завет с Господом, это тоже фиксируется вот на этом жестком диске. Поэтому для того, чтобы понять жизнь человека, ведь мы знаем, что все помыслы сердечные знает только Бог, так апостол Павел об этом пишет. И это означает, что для того, чтобы небожители, о которых Вася сказал, что они должны убедиться, что мы достойны быть членами вселенского общества, они должны посмотреть на этот жесткий диск и увидеть, что я действительно искренне принял Иисуса Христа и достоин быть членом этого общества. Интересно, ты говоришь про жесткий диск, но сегодня знаешь, где информация? Все хранят на Клауде. Поэтому эта действительно информация идет туда, куда нужно. И Господь действительно, даже современная, скажем, терминология, она соотносится с тем, что Господь записывал, потому что Он информацию свою хранит, но для того поколения было написано в понятном языке, чтобы они понимали, что было все записано в книгах. Да, пожалуйста, Саша. Вы знаете, мне тут такая мысль пришла в голову. Даже сам будешь ее высказать. Давай. Вы помните, когда Христос на горную проповедь говорил, и после нее там были, а вы знаете, что написано древними, там, непрелюбодействие. Я говорю вам, кто в мыслях своих. И он постоянно, кто в мыслях вот это, вот это. Я тут себя ловлю на мысли. Слушай, так это еще будет и праведный суд. Потому что судить будут не по мыслям. Это будет милостивый суд, а будут по делам судить. Потому что если бы по мыслям судили, ну вообще тогда было. Так Господь еще дает нам какую-то милую. Ну ладно, уже на основании того, что из ваших мыслей преобразуется в действие, я уже только на это посмотрю. Знаете, это очень интересно, Саш, ты сказал. Это как в той поговорке. Мы не можем запретить птицам летать под нашей головой, но можем не разрешить им свить гнездо на голове. Мысли могут появляться разные. Но что мы с этими мыслями будем делать? Трансформировать их в слова и дела? Или просить Бога сразу на уровне мыслей прощения? Говорить, Господи, прости, что эта мысль пришла в голову. Помоги, чтобы это никогда не осуществилось. То есть мы будем отгонять другими словами эту мысль. Поэтому, да, слава Богу, что Бог судит нас по делам и словам, а не по нашим мыслям. Ну хорошо, если Господь будет нас судить по делам нашим, ну а что делать тогда со спасением по благодати? Я знаете, что всегда говорю в этом моменте? Есть еще один текст в Библии, где сказано, что праведный на суд не приходит. Это личное мое утверждение. Возможно, кто-то может его оспорить. И это было бы интересно почитать в комментариях, какие мысли еще по этому поводу существуют. Но я думаю, что когда человек принимает Иисуса Христа как своим Господом и Спасителем, и его имя записывается в книгу жизни, то написано так, что кроме того, что открылись книги, открылась и книга жизни. То есть, я описываю последовательность. Открывается сначала книга жизни. И смотрят, есть ли там записано имя Романа Цыганюка. На момент уже суда. Хорошо, я извиняюсь, я тебя остановлю. Туда записывает по делам или не по делам? Я, лично я считаю, что мое имя туда записалось тогда, когда я заключил завет с Господом. Но это имя может быть и вычеркнуто. Потому что в Ветхом Завете мы помним, когда Моисей говорит, Господи, если ты хочешь уничтожить народ, лучше мое имя вычеркни. Значит, имя может быть вычеркнуто. То есть, если... А, вычеркивается оно, это когда я отказываюсь от Бога. То есть, если я от Бога не отказался, как мы уже говорили на наших встречах, если я стремился жить в согласии с волей Божьей, то мое имя там сохранилось. Поэтому, когда открывается книга жизни, и там находят мое имя, то дальше уже открывается не моя книга жизни, а открывается книга жизни Иисуса Христа. Потому что мы говорим, что Он заступник и ходатай. То есть, Его праведность вменяется мне. И тогда, когда уже смотрят на жизнь Христа, там все совершенно. Там нету никаких помарок, нету никаких проблем. Именно это я понимаю, что праведный на суд не приходит. Но жизнь моя рассматривается все равно, чтобы понять, сохранить мое имя в книге жизни, или не сохранить. Только это рассматривает теперь не все небо, а рассматривает сам Господь, который следит за этой жизнью. Я тоже периодически задумываюсь, думаю, ну вот все-таки зачем мне эти дела? Я вспоминаю постоянно беседы и размышления Павла, где он говорит, ну хорошо, ты веришь, ты веришь, но ты знаешь, что ты веришь. Ну и Бог, наверное, знает, потому что Он знает помышления сердечные. Но ты покажи свою веру в делах. То есть дела, они являются как бы физическим, материальным проявлением веры, которая является невидимой субстанцией. И, конечно же, Бог посмотрит на наши дела. И как бы мы ни верили, и какими бы мы хорошими ни были, все равно наши дела на весах, они будут перевешены в сторону того, плохими делами. Потому что даже когда мы заключили завет с Богом, когда мы живем с Богом, когда мы ходим Его путями, мы с вами говорили как-то раньше, что мы не живем, не находимся в процессе греха, но все равно мы падаем периодически. И вот тогда Господь говорит, смотрите, да, вот Его дела вот такие. Да, там много хорошего, но все равно Он достоин смерти. И поэтому праведность Христа, Его заслуги, они покрывают это все. И вот здесь проявляется милость и заступничество. А не так. И только лишь потому, оно это будет, что этот человек показывал дера веры в своей жизни. А если я жил, от Христа отрекся, и там старался своими силами копить добрые дела и плохие, да, и там их может быть будет столько же добрых, сколько у праведника, только это будет моих собственных дел, а не Божьих. Некому будет сказать, потом выйти, сказать, слушайте, ну да, есть все-таки праведные, хорошие дела, но некому будет сказать, а эти грехи покрываются, понимаете. Он сам хотел, он сам на себя, он своими силами. И все. Апостол Павел Ефесянам 2 глава 8-9 стих говорит следующее, ибо благодатью спасены вы через веру и сие не от вас, это дар Божий, не от дел, чтобы никто, что, не хвалился. То есть спасение, я всегда говорю, спасаемся мы благодатью, но судимы мы будем по делам нашим. И вот 10 стих, он просто, просто ставит точку над ее. Он говорит, ибо мы его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам, что исполнять или совершать. Поэтому здесь мы видим полное соответствие того, что спасение это дар Божий. Как ты уже сказал, Господь записывает наше имя тогда, когда мы заключаем завет с ним. Но по делам нашим мы можем потерять вот это место, вот эту строчку в его книге, потому что наши дела могут свидетельствовать совсем обратно. Мы можем быть записаны в книге церковной, но наша жизнь, что может вообще отсутствовать из церковной жизни, мы можем жить совсем другой жизнью. Поэтому здесь четко и ясно говорится, что спасение это дар Божий, а дела наши, так Господь создал нас через Иисуса Христа, на добрые дела, чтобы мы предназначенно делали то, что Бог повелевает делать нам. Итак, говоря о Суде Божьем, мы видим, что еще одна книга в Библии, не только Откровение, вспоминает о сценах суда. Это книга пророка Даниила. Она мало того, что говорит о Суде, она нам говорит весь ход исторический нашей планеты, где описывает, какие государства будут следовать за какими. Давайте вкратце мы вспомним, какой ход исторических событий там говорится в книге Даниила, особенно это седьмая глава. Я бы даже прочитал несколько текстов. Пожалуйста. Девятый, двадцатый, тринадцатый. Пожалуйста. Написано так. И вот что я увидел. Поставлены были престолы, и воссел древние днями. Одежда его, как снег бела, волосы на голове, как чистая шерсть. Престол его полыхал огнем. В пламени были под ним колеса. И тринадцатый стих говорит. В ночных видениях моих я смотрел, и вот шел с облаками небесными, как бы сын человеческий. Он дошел до древнего днями и был к нему подведен. Мы видим тут на самом деле, как я уже сказал, зал суда, или тронный зал, можно еще так сказать, где проходит процесс суда. Сел ветхие днями, раскрылись книги, приходит Иисус, как ходатай и заступник. Мы это находим и в книге Откровения тоже. То есть, книга Даниила, она открывает нам вот этот, как мы уже сегодня говорили, следственный суд, который идет на небесах. И каков результат этого суда? Потому что далее 14 стих, 26-27, говорит четко ясно о результатах. Даниила, 7 глава, 14, 26 и 27, пожалуйста. Да, мне нравится, друзья мои, когда мы смотрим на эти тексты, 14, 26 и 27, насколько они перекликаются с тем, что Иоанн написал в Откровении. По сути, это аллюзия на эти тексты. И смотрите, 14 говорит, власть, слава и царство, все было дано ему, это сыну человеческому, чтобы перед ним преклонились все народы, племена и языки. Власть его будет вечной, неприходящей, и царство его будет нерушимо. 26 текст. Но совершится суд, и он будет лишен власти, это говорится о зверь, чтобы не было у него власти и впредь, чтобы покончить с ней навсегда. А верховная власть и главенство, величие всех царств под небесами будут отданы народу святых, народу Всевышнего, царство которого, царство вечное, которому и служить, и повиноваться в том царстве. Будут все. Это вот те детали, которых нам так важно понять в книге Откровения, когда мы говорим о вести первого ангела. Что та благая весть, о которой здесь имеется в виду, это по сути вот эта вот весть из книги Данила, 7 главы, что будет совершен суд вот над этим зверем, да, а святые получат уже власть, получат царство, которое будет вечно, что перед сыном человеческим, или перед Богом, перед Иисусом Христом, поклониться вся земля. Это то, как раз, чему призывает эта первая евангельская весть. Это очень важный момент, друзья, на мой взгляд. Вы знаете, что интересно? Мы обычно, когда говорим о суде из книги Данила, мы касаемся 7 главы. Но, честно говоря, суд мы находим и во второй главе книги Данила. Помните этот сон с истуканом, где золотая голова, серебряные груди, медные бедра, железные ноги, и ступни ног частью из железа, частью из глины. Почему эти власти сменяют друг друга? Потому что Бог выносит свой приговор. Вспомните вот эту надпись на стене «Мене, мене, текилу, парсин». Да? Это речь идет о Вавилонском царстве, которое должно было сменить Медоперсидское. Бог взвесил тебя, и ты найден слишком легким. Поэтому Бог положил конец твоему правлению, твоей власти, и она будет отдана медианам и персам. То есть мы видим, что это тоже своего рода суд. Но это суд над одной империей. А в конце мы видим, чем завершается заведение. Оторвался камень, без помощи человеческих рук, он ударил этого истукана в ноги, стер его в пыль, а сам стал горой и наполнил всю землю. И там сказано, Данил потом говорит, а что ты видел камень, который оторвался без помощи человеческих рук, то это власть Бога. Да? Она придет, уничтожив все земные власти, сама будет стоять вечно. А тут тоже сказано, что власть пришла от Бога в седьмой главе. То есть мы видим, что вторая глава тоже говорит о суде Божьем. Наступит момент, когда Бог восстановит свое царство на этой земле. Да, я хочу, Роман, поддержать тебя. Мы видим, что в Данила как бы две перспективы суда. И если во второй главе Бог рассказывает ее языческому правителю из перспективы его понимания, то откровение ссылается на седьмую главу, где уже сон видит, видение видит Даниил и видит в образах, которые понятны еврею, там вот эти животные, которые как бы были ему показаны. И он видит суд, который совершается уже перспективами Божьего народа. Как оно будет происходить. И вот это вот момент, который дает ему надежду и уверенность, что те же царства, они повторяются, и Вавилон, и Медоперсия, и Греция, и затем Железный Рим, и вот звери, у которого там роги, и что Бог совершит свой суд. И он ничего не скрывает от своего народа. Но с другой стороны, он и продолжает стучаться для этих язычных, говорит, друзья, посмотрите, я вам показываю на вашем понятном языке. Вот эта весть, которая сегодня звучит, весть первого ангела. Пришло время суда. Остановитесь, признайте, что Бог есть царь, что он вершит праведный суд. И быстрее к нему бегите. И в этом есть благая весть, потому что после этих всех царств, мы знаем, что этот темный период, 1260 лет, когда истинное христианство гналось, было очень сильно, было уничтожено, да, и там даже говорится, что почти победило их. Мы видим, что вот этот суд, он становится на защиту верных детей Божьих. И этот суд заканчивается благополучно для детей, верных детей Божьих, потому что они получают освобождение и свободу. И в этом есть благая весть суда Божьего, которую мы читаем в Данила, 7 глава. Итак, рассматривая далее эту весть, мы соприкасаемся с 4 главой книги Откровения, где мы видим, как Бог открывает завесу небесного тронного зала, и Господь начинает показывать, что там происходит. Давайте мы с вами зачитаем Откровение, 4 глава, 2 по 5 стих, пожалуйста. Сразу же я был в духе, и вот передо мной стоит трон на небесах, а на троне сидит некто. Сидящий на троне блестел, как драгоценный камень яшма или сердолик, и на нем была радуга, напоминающая изумруд. Вокруг этого трона стоят еще 24 трона, на которых сидят 24 старца, одетые в белые одежды, с золотыми венцами на головах. От трона исходят молнии, голоса и громы. Перед троном горят 7 факелов, это 7 божьих духов. И еще перед ним разливается нечто подобие стеклянного искрящегося, как кристалл моря. Спасибо большое. Здесь мы видим, что очень сцена напоминает из Данила 7 главы, да? Тоже мы видим тронный зал, да, отец воссел, то есть вот эти существа, все остальное. Но здесь что-то мы видим новое, что не встречается там, это 24 престола, 24 старца или старейшины. Кто это такие и что они там делают, как говорится? Ну, существует две точки зрения по этому поводу. Кто-то говорит, что это представители других миров, есть такой взгляд. есть взгляд, что это собирательный образ, потому что мы знаем, что 24 череды священников служило в земном святилище. И все эти священники, они представляли как бы человечество перед Божьим лицом. Но есть третий вариант, это то, что эти 24 старца, это тот первый сноб, который был забран с земли на небо. Вы помните, когда Христос умер, написано, что открылись многие могилы и вышли святые и явились многим в Иерусалиме. И мы верим, что когда Христос возносился на небо, то эти люди, как я уже сказал, как знак принятия его жертвы, или как это было в древнееврейских праздниках, как тот первый сноб, были забраны на небо. Нам не стоит сильно ломать копья над тем, кто именно были эти старцы. Но все-таки лично мне ближе тоже последняя версия, потому что все-таки при всем уважении к представителям других миров, но к делу искупления непосредственные отношения имеют жители земли. И в этом наше большое преимущество, что Господь нас возлюбил настолько, что решил самолично нас спасти. Ну, мы, во-первых, видим белые одежды на них, что символизирует правильность и субстанность, то есть они получили. Во-вторых, мы видим венцы на головах, это венцы победителей, да. И в-третьих, мы видим, что есть какая-то причина, почему Бог их поставил, вот этот втронный зал, в принципе, это, мы знаем, что это часть святилища небесного, в котором будет происходить позже суд. Как вы думаете, ихнее участие, как представителей земли, как оно может повлиять, точнее, неправильно, можно я сказать, не то, чтобы повлиять, какую роль они исполняют, вот именно в плане суда, потому, в принципе, мы видим, что Господь их туда посадил для суда. Ну, значит, смотря на четвертую и на пятую главу этой книги, мы понимаем, что это особая атмосфера, значит, происходит церемония инаугурации Иисуса Христа, подобно тому, как это описано в Ветхом Завете, да, всегда на этой церемонии есть представители от самых важных так же, скажем так, направлений. И вот мы видим, что здесь есть и небесные существа, потому что уже следующий, текст 6-7 говорит, что там вот есть какие-то такие, ну, существа не похожи на нас, землян, но есть Бог-Отец, есть представители небесных существ и есть на этом торжестве и представители земли, потому что пятая глава начинается с того, что вот есть тот Агнец, есть тот потомок из колена Давидова, который достоин распечатать свиток и который будет инагуирован теперь как царь, а Господь сказал, доведу царство, то будет стоять вечно, как царь, который будет царствовать вечно. И слава Богу, что на этом празднике есть представители от земли. Это значит для нас надежда. Наш царь сказал, я пойду, приготовлю вам место и однажды он придет и заберет нас к себе. Мы знаем, что в этой главе описано событие, которое имело место в день Пятидесятницы, потому что коронование Иисуса Христа как Спасителя и вновь Царя Земного, тоже не только Небесного, оно происходит именно на Пятидесятый день согласно и праздников иудейских, и того, что происходит здесь, вот в этой главе. Что это означает? Не является ли это судом? Вы помните, я уже вспоминал, что дьявол был сброшен на землю, как молния. Именно на этом заседании Христос был признан как царь, а дьявол был признан как тот, кто восстал против Бога несправедливо. Именно поэтому теперь он низвержен на землю, потому что земля оказалась единственным местом, которое приняло его и поклонилось, в лице Адама и Евы еще. Поэтому это своего рода тоже суд, только вот еще какой-то промежуточный этап или в этом всем процессе суда какой-то момент. Но хочу сказать еще одну деталь, которая открывается нам вот в этом моменте. Когда мы говорим о людях, которые тут представлены как представители от земли, что является давайте так, я с другой стороны подойду. Павел говорит наказание за грех смерть. Однозначно все те люди даже праведные мы уже сегодня говорили, да, они все были не без греха. Поэтому все заслужили смерть. Но не буду углубляться даже не эту смерть, которой мы сейчас умираем, которой мы сейчас умираем, а смерть навечно, да. именно воскрешение этих людей в день смерти Иисуса Христа и свидетельствовало о том, что его жертва была принята. Поэтому то, что они теперь на небе с ним является прямым свидетельством того, что жертва Христа была принята. Вы помните это выражение в тексте, хотя оно касается окончательного уничтожения смерти, но по сути тут частичное ее проявление, где сказано, что и смерть, и ад были брошены в озеро огненное, и будет звучать фраза смерть, где твое жало. А почему эта фраза звучит? Да потому, что все праведные воскресли, и смерть не могла их удержать. Понимаете? Но частично это все проявилось как раз вот в воскрешении этих старцев или этих пророков или святых людей, как бы мы их там ни называли. Поэтому то, что они пребывают на небе, является ярким свидетельством того, что Христос победил, в том числе смерть, которая является результатом греха. Ты знаешь, я полностью согласен с тобой, что здесь именно описывается суд, но суд над дьяволом, потому что в принципе если посмотреть на всю Библию, суд над дьяволом тоже происходил в три стадии. Первая стадия это он был выгнан из неба, когда он еще имел доступ туда, но после смерти Иисуса Христа это был второй этап, когда он полностью перекрыли ему доступ к небесам, и третий этап мы знаем, это тысячелетнее царство, когда праведный будет на небесах, а сатана будет где? Он будет закован здесь на земле ожидать исполнения приговора. То есть мы видим здесь, что приняв жертву Иисуса Христа, коронацию Иисуса Христа, они выносят вердикт дьяволу, что он больше не имеет доступа к небесам навечно. И вот четвертая глава она таки заканчивается, что 24 старца ложат свои венцы и что они разглашают? Достоин ты, Господь, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все и во всем по твоей воле существует сотворение. То есть признают главенство кого? Иисуса Христа, потому что Он является творцом. Итак, исследуя четвертую главу, вся суть она переходит в пятую главу. В принципе, четвертая и пятая глава это часть одного повествования и мы видим суть пятой главы, она содержится в нескольких стихах. Давайте мы зачитаем пятая глава, пятый, шестой и седьмой стих. Тогда один из старцев утешил меня, не плачь. Вот лев из колена Иуды, потомок Давида, он одержал победу и может снять эти семь печатей и раскрыть свиток. После этих слов его увидел я Агнца со следами заклания. Вместе с двадцать тремя живыми существами стоял между престолами старцами. Семь рогов было у него и семь глаз, иначе сказать, семь духов божьих, посланных по всей земле. Он подошел и взял из правой руки сидящего на престоле свиток. И так, для людей, которые не сведомы в этом, давайте мы чуть-чуть расшифруем, потому что довольно-таки сложный язык используется здесь в пятой главе. О чем здесь идет речь? Ну, это, как мы уже сказали, тот же суд, который проходит на небе. Апостол Павел как-то скажет, вернее, Иоанн скажет, что мы имеем Иисуса Христа праведного, который является ходатаем за нас, а Павел скажет, что он является первосвященником храме небесном. Суть первосвященника или его служение, его роль, она заключалась в том, что он был посредником или ходатаем между людьми и Богом. И это было образно, символично представлено служение Иисуса Христа. И здесь сейчас мы как раз и видим, что Христос является вот тем ходатаем и заступником. Мы знаем с вами, друзья, что первый раз Христос на земле был в образе раба. Иисайя говорит, это был страдающий раб. Он всю свою славу небес оставил, пришел в образе человека. И на этой земле он, скажем так, находился под юрисдикцией князя мира сего, который поднял восстание и до последнего подвергал сомнению и божественный авторитет Христа в том числе. И вот сейчас, как вы говорите, мы видим сцену суда, которая выражается в сцене инаугурации Иисуса Христа. И вот эти слова, достоин ты, агнец, заклонный, принять власть, богатство и мудрость, когда все небесные существа об этом говорят, вся вселенная, они возвращают Христу тот титул царя, который им был оставлен, восстанавливают его в правах, снова поднимают его на трон и тем самым совершается суд над дьяволом, что все, что он говорил на Христа, оказалось ложью. Христос настолько возлюбил нас, что пришел на эту землю, умер. И вот как интересно, Иоанн пишет, смотрите, агнец со следами заклания. Это то, чем Христос своим закланием доказал свою любовь и справедливость Божьего характера и Божьего закона. Мы видим здесь процесс великой борьбы, который здесь описывается немного, что действительно происходило на небе. Мы видим эту книгу, которая была запечатана за семи печатями. Никто не мог открыть, то есть никто не мог дать спасение для человечества, но только один, только один кто-то мог открыть эту книгу и здесь он описывается в пятой главе, это лев от колена Юдина, корень Давида победил и может раскрыть сию книгу тот, кто умер на Христе. И вот интересно, какая была реакция небожителей на то, что нашелся тот, кто сможет открыть вот эту книгу и вот дать это спасение. Она записана в откровении пятая глава с восьмого по двенадцатый стих. Пожалуйста, прочитайте. И когда он его взял, четыре живых существа и двадцать четыре старца пари пред ягненком. У каждого из них в руках было по арфе и по золотому сосуду, полному благовоний. Это молитвы святых. И они поют новую песнь. Ты достоин взять свиток и снять с него печати. Ведь ты был принесен в жертву и своей кровью выкупил людей для Бога, людей из всех родов, языков, народов и племен. Ты сделал их царством и священниками для Бога, и они будут царствовать на земле. Потом я посмотрел и услышал голос множества ангелов, окружавших трон, живых существ и старцев. Их были тьмы тем и тысячи тысяч. Они громко пели, достоин ягненок, который был принесен в жертву принять власть, богатство, мудрость, силу, честь, славу и хвалу. Здесь мы видим решение проблемы греха, победы Иисуса Христа и возможности спасения всем. Мой самый любимый стих здесь 10, где он говорит и сделал нас царями и священниками Богу нашему. Вы помните, что в Ветхом Завете царь никогда не мог быть священником. Никогда. Только единственный кто мог быть это мог быть Мессия. А здесь Христос что делает? Он делится с нами вот этой прерогативой, где мы можем быть и царями и священниками и мы будем царствовать с ним на земле веки вечные. Интересно, что Павел об этом же напишет и скажет вы род избранный нет, Петр. Царственное священство. А когда он писал уже свое послание уже вот это совершилось. Вы понимаете? Потому что вначале на небе нас так назвали. И в этом дорогие друзья есть благая весть. И я обращаюсь к вам дорогие друзья. Вы знаете цель суда Божия не в том чтобы выявить насколько вы плохи. нет. Господь хочет показать насколько Господь добр и благ. Сам Господь. А наша задача только принять вот это спасение. Потому что спасение по благодати это дар Божий. Это не от дел, это не от нас. Это только от нашего Господа. И в этом есть благая весть о суде. Суд это не страшно. Не страшно потому что мы туда не приходим. Потому что за нас приходит туда сам Господь Иисус Христос своей идеальной жизнью, безгрешной жизнью, со своей идеальной жертвой. И Он хочет нас сделать царями и священниками и чтобы мы правили с Ним всю вечность. Если вы за, если вы хотите быть с Ним всю вечность, отдайте себя полностью в руки Божьи. Ваш разум, ваше тело, ваши мысли и Господь сделает все, что нужно для вашего спасения. Да благословит вас Господь. Аминь. Помолимся вместе с вами. Дорогой Господь, мы вновь благодарим Тебя за эту прекрасную весть о суде. Потому что этот суд, который не будет рассматривать, насколько мы плохи, ничтожны, греховны, он будет рассматривать Господа Иисуса Христа. Потому что мы его приняли. Господь, мы благодарим Тебя за эту жертву, которую ты совершил, за спасение, за милость, за твое желание и просим спаси нас. Если ты нас не спасешь, никто нас отсюда не вытянет. И мы все отдаем в твои единственные руки. Отцу Сыну и Духу Святому слава во веки веков. Аминь. Аминь.